Я рад вас приветствовать в нашей общине. Я очень рада приветствовать всех в нашей общине. И если вы позволите, мы начнем. Аминь! 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 Мы все долго ждали этого торжественного, радостного дня. Мы все долго ждали этого торжественного, радостного дня. Мы много молились. Мы много молились. И Господь совершил чудо. И Господь сделал этот чудо для нас. Я рад вас приветствовать всех членов этой общины. я рад приветствовать всех наших гостей сегодня в этот знаменательный исторический день для нас не только для нас, но я верю для города Хайфа и не только для нас, но и для Хайфа-сити тоже наши сердца переполнены радостью и я хотел бы, чтобы это прозвучало лейхмативом сегодняшнего нашего поклонения и я бы хотел, чтобы это была главная идея нашего поклонения сегодня и было слово Господа к Соломону и сказано ему вот, ты устроишь храм если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои поступая помимо то я исполню на тебе слово моё которое я сказал Давиду отцу твоему и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля and the word of the Lord came to Solomon saying concerning this house which thou art in building if thou wilt walk in my statutes and execute my judgments and keep all my commandments to walk in them then will I perform my word with thee which I spake unto David thy father and I will dwell among the children of Israel and will not forsake my people Israel So let's pray together ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מערך העולם תודה לך, אבא, שחיינו והגענו ליום הזה תודה לך, אבא, על כל הברכות שלך שנתת לנו ואנחנו יכולנו להיכנס לבית הזה ולקרוא לבית הזה בית תפילה אנחנו רוצים שהתפילות שלנו והעלל שלנו יהיה ראוי לכבודך תרחם עלינו ותהיה בתוכנו עם רוח הקודש תחזק אותנו להיות אור לעולם הזה אור לעיר הזאת שאנחנו חיים בה לאנשים שעוברים ברחוב ורואים אותנו פה אבינו, תהיה איתנו ושם של ישום אשיר תפילה שלנו אשר אשר שבר שלום שבר שלום but that is not enough но этого недостаточно a peaceful sabbath is not enough it needs to be a joyful sabbath and as I've been looking at you you've all been smiling you're happy И когда я смотрела на каждого из вас, каждый из вас улыбался в ответ. Вы все счастливы. Это замечательная суббота. Я был очень рад присутствовать здесь в субботу, когда вы в первый раз здесь встретились. И сегодня мы посвящаем это здание. Кто ответственен за то, что сегодня у Объединенных Общин Хайфу есть эти здания? Это Господь. Это Его работа. И Он сделал это. У нас не было денег. И что случилось? Он открыл что-то, что-то там. И пошел дождь. И вот где мы сегодня. Это то, что сделал Господь для нас. Если есть человек, который помог нам и сделал это пожертвование, это пастор Майк Райан. Благодаря Его положению и связям, Он смог собрать много денег. И я был с Ним на связи пару раз до сегодняшнего дня, до посвящения. Он сожалеет, что не может быть сегодня здесь с нами, но Он всех передавал большой привет. Но Он будет в Израиле через полторы недели. И Он увидит, что мы сделали здесь. И Он будет очень-очень рад. Выглядит отлично. И люди, которые собрались здесь, рады. И поэтому Он просит благословения Господа для вас. Генеральная конференция, это мировое лидерство нашей Церкви. Мы очень близко, в близком контакте работаем вместе с ними. Как многие из вас знают, Израильское поле напрямую связано с мировым руководством Генеральной конференции. И есть такой комитет, который называется Комитет Израильского поля. И когда мы связываемся с Генеральной конференцией, обычно это три разных человека. И сегодня мы очень рады, потому что трое из них присутствуют вместе с нами здесь сегодня. И они также рады, как и мы. И во-первых, пастор Магдель Берет Шульц. Он председатель комитета. И он напрямую работает вместе с пастором Дедом Вильсоном, руководителем Церкви. И он будет сегодня проповедовать. И мы очень рады, что вы сегодня с нами. И рядом с ним Флод Ричли. Он секретарь комитета. И он очень заинтересован работой здесь в Израиле, в нашей Церкви. И он в своей жизни сделал очень много интересных вещей. И он был молод, он работал в Кибуце. Это было не очень давно, но он работал в Кибуце. Если нужно начать по порядку ранков, то не знаешь, где и начать. Ты начнешь с президента или начать с казначея. И пастор Джорджи Гуаки, он казначей этого комитета. И он старается повернуть руку вот так. И мы очень рады, что сегодня вы с нами. И сегодня это наши особых гостей. И также есть другие гости из поместных общин и также из других стран. И суббота, которую мы празднуем здесь сегодня, она очень важна для всего Израильского Польша. И все церкви, они празднуют сегодня вместе с нами. И некоторые из них ждут и молятся и надеются, что у них тоже будет что-то подобное. И некоторые пасторы сейчас сгибают. И пусть Господь благословит эту субботу для всех нас. Давайте будем радоваться и возвеселимся. Этот день создал на нас Господь. И стал Соломон преджертвенником Господним впереди всего собрания израильтян. И воздвиг руки свои к небу и сказал. Господи, Боже, Израиль, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами своими, то всей день совершил рукою твоей. И ныне, Господи, Боже, Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав, не прекратиться у тебя пред лицем моим, сидящий на престоле Израилевом. Если только сыновья твои будут держаться в пути своего, ходя предо мною, так, как ты ходил предо мною. И ныне, Боже, Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь. На сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте всем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте всем. Услышь на месте обитания твоего. На небесах услышь и помилуй. И Соломон stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel и spread forth his hand toward heaven. И он сказал, Keep with thy servant David, my father, that thou hast promised him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel, so that thy children take heed of to their way, that they walk before me, as thou hast walked before me. And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou spakest unto the servant David, my father. But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. How can bless this house that I have built it? Yet have thou respect unto the prayer of thy servant and to his supplication, O Lord my God, to hearken unto the cry and to the prayer which thy servant prayed before thee today, that thine eyes may be opened toward this house night and day, even toward the place of which thou hast said, My name shall be there, that thou mayst hearken unto the prayer which thy servant shall make toward this place. And hearken thou to the supplication of thy servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in heaven thy dwelling place, and whether thou hearest, forgive. Amen. Amen. Holy, Lord, 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 Lord Almighty, early in the morning functions shall rise to thee, Holy, 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 Продолжение следует... 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 Имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. «Но, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the buildings fitly frame together growth and in holy temple in the Lord, in whom we also are built together for a habitation of God through the Spirit». «Я думаю, что многие из вас помнят…» «Я думаю, что многие из вас помнят…» «Я думаю, что многие из вас помнят…» «Хотя в ряд…» «Но, может быть, нет…» «Першу много…» «Первое здание, первое церковное помещение в Хайфе было куплено около 55 лет тому назад». «The first building for the church in Haifa was bought about 55 years ago. «Это была небольшая квартира на улице Аценут». «It was a small apartment at the street of Аценут, that our brothers and sisters used to worship God and to preach God's word. «Чуть позже, в этой общине, не было уже места». «Later, in this place, they had no spare place for people». «И Господь сделал чудо». «So, God made a miracle for us». «Было куплено еще одно помещение». «На улице Ихадам». «На улице Ихадам». «Это была чуть большая квартира». «It was an apartment that was bigger». «From that time, в городе Хайфа уже было около четырех общин. «In Haifa, we had about four congregations. общиноговорящие на русской музыке». «Congregation that spoke Russian». «На еврите». «In Hebrew». «На румынском языке». «Rumanian». «И на английском языке наши братья из Филиппин». «And also English-speaking congregation. «Филиппинец, brothers and sisters». «На протяжении многих веков народ Божий находился». «During many generations, God's people». «Находился в двух состояниях». «They were in two conditions». «Или они находились под влиянием кого-то». «Or they were under some influence». «Или они влияли на кого-то». «Or they influenced some other people». «Наша молитва о том, чтобы мы влияли». «And our prayer today, and not only today, «is that we influence». «Чтобы мы влияли на этот город». «That we could impact this city». «Чтобы мы влияли на тех людей, которые живут в этом городе». «So we could influence the people who live in this city». «Чтобы, когда мы встретимся в Царстве Божьем». «So that when we meet in heaven, «не было разделения на нас здесь». «We won't have this separation for us here». «And they are there». «I really like this window». «Usually, what are they?» «The place where the pulpit is standing?» «There is just a wall». «Но люди, смотря на картину, каждый раз приходят на субботнее Богопоклонение». «That every time that people come here and looking at the pulpit». «Видят также людей, которые ходят по улице». «They also see the people who are walking in the street». «И я думаю, что это очень хороший знак для нас». «And I think this is really good sign for us». «Я думаю, что это очень хорошо с той стороны». «Проходя по улице». «Через это окно». «Видят, что происходит здесь». «Поэтому я думаю, что эти стороны будут раздвигаться время от времени». «Поэтому я думаю, что эти стороны будут раздвигаться время от времени». «Наша молитва, чтобы создать в Хайфе центр влияния». «Садо влияния». «Чтобы трюхангельская весть была не просто слышна» «Садо видна теми людьми, которые будут проходить здесь» «Видна теми людьми, которые будут проходить здесь». «Все были люди, которые passed by this building». в то время, когда мы работали здесь я часто наблюдал, как люди останавливались там I saw often that people stopped there поднимали свою голову я всех вас приглашаю после богослужения and I invite everyone of you after this service выйти на улицу и посмотреть, какая у нас большая надпись я думаю, что это первая такая надпись в Израиле и вторая, третья, пятая будет очень скоро I think that this is the first sign word big like this in Israel and I hope that the second and the third and the fifth will be soon в ваших городах, ваших церквях in your cities and in your churches все, что нам остается all that we have объяснить тем людям all that we have to do is to explain that people которые проходят здесь смотрят на эту надпись and look up to these sign words и задают себе вопрос and ask themselves кто такие, что такое ответисты who is that Adventist, what is it? что это за центр надежды и жизни what is this center of life and hope и нам нужно and we need выйти на улицу we have to go outside и объяснить and to explain them that's it слава Богу за это помещение thank God for this building слава Богу за его величие и духовные опыты связанные с этим помещением уже thank God for his for his blessing and for the experience we have that is connected to this building стены это всего лишь инструмент the these walls is just an instrument, a tool это лишь только инструмент я призываю всех нас and I call everyone of us чтобы мы могли сыграть величественный псалом славы Божьей so that we could play this this really this hymn of God's glory of his love of his forgiveness of his forgiveness and in one good day мы вошли в это помещение we entered this place это был ресторан it was a restaurant внизу downstairs здесь here and upstairs on the roof я приглашаю вас после подняться на крышу after we finish here you can go up and see the nice view we have мы считаем что Бог дал нам лучшую крышу на этой улице we think that God gave us the best roof in this street Amen you have to see вы должны это увидеть вы должны это увидеть вы должны это увидеть и вот однажды Господь привел нас в это помещение оно увидело вот так so when we came here it looked like this вот так like this и мы поняли что нужно очень много потрудиться so we decided and we understood that we have put all our work и работа началась so we started to work мы работали утром мы работали днем мы приглашали брата Дору работать вместе с нами we also invited our brother Дору to walk with us thank you so much мы работали вечером we walked in the evening and sometimes at night time мы приглашали нашу молодежь и вы знаете я могу это сказать себе вслух can I help this у нас есть молодой парень из Бершева и наша молодая красивая девушка из Хальфа и эта красивая девушка из Хальфа они встречаются и они и они еще не каждых официальных заявлений они делают нет официальных заявлений они просто встречаются они просто они просто и однажды и за вечером и один вечер когда Илья приехал в Хальфу и пришел Женя сюда в это помещение и я не могу сказать здесь я спросил, что ты здесь делаешь я спросил, что ты здесь делаешь такой прекрасный вечер такие прекрасные звезды и здесь красиво может быть, вы погуляете где-то по хайфе может быть, вы хотите взять хорошую walk в этой ночи ночью а он говорит что лучшее свидание the best meeting date the best date is in the church to walk on the walls and that was the first time when Женя helped us with the walls and I thank everyone who helped here and who gave his hands and his prayers and his purse as well so that today we have this nice beautiful house we worked and when Roger came here he asked me only one question Сергей, ты уверен, что вы успеете? Сергей, are you sure that you will do everything on time? and I said to him don't worry everything is going to be good and thank God that today we are here and everything is almost done many people worked here nights and days so the glory of God could be in this place children pastor's children have no choice but they have to be with his father where he is night and day but we we didn't just work here we saw fireworks we walked on the stairs and that was funny thank you, Dora Mark remembers it and when almost everything was done we could put the sign board we понимали, что Божьи благословения будут с нами and we understood that God's blessings would be with us и сегодня мы очень рады and today we are really joyful что все вы собрались that all of you are here together для того, чтобы быть свидетелями so that you can be witnesses Божьей милости of God's mercy Его величию of His almightiness и Его силы and of His strength иэм приятно Субтитры создавал DimaTorzok 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 из ассоции авария это это а а и а москва и на прошлой неделе я проповедовал также эту историю упомянула а это история миссис это история оао миссис джонс миссис джонсон еще раз а женщина а джонс а джонс а а и ч и и а а а а а и Как только она вышла замуж, она сразу стала адвентистой. И она и ее муж работали в церкви. Она всегда говорила, что у нее недостаточно талантов для того, чтобы в церкви служить. Она не знала, как давать библейские уроки. Она никогда в церкви не проповедовала. Она никогда при дверях в церкви не стояла и не приветствовала людей, которые захотели туда. Но вся церковь просто любила ее. Потому что она была хорошим поваром. Я не знаю, как у вас здесь это работает, но там, откуда я приехал, там, у нас, в той части мира. Некоторые церкви имеют общие обеды каждую субботу. И эти обеды называются время для общения. И вот эта тетя Джонсон, она была ответственной за приготовление этих совместных обедов. Но одним из ее умений было следующее. Она делала просто изумительные десерты. Разные люди приносили разную еду. Кто-то салаты, кто-то основную пищу. Но тетя Джонсон приносила десерт каждую субботу. И вот, к сожалению, у тети Джонсон обнаружили заболевание рака. Ее муж тому времени уже как 15 лет назад лепочил, Господи. И вот впервые за 50 лет она не смогла быть в субботу в собрании, в церкви. И эта суббота была очень особой. В эту субботу церкви представляли нового пастора. И вот когда пастор стоял и приветствовал каждого заходящего человека в церковь, три или четыре человека, по приветствовав пастора, сказали, пастор, пожалуйста, молитесь о тете Джонсон. Мы настолько ее любим, что вам необходимо за нее молиться. Пастор был абсолютно новым человеком в этой церкви, он не знал, кто такая тетя Джонсон. И перед тем, как начать богослужение, проповедь, он спросил фриститера, Who is Mrs. Johnson? I've heard people talk to me about Mrs. Johnson and that I should pray for her. Расскажи мне, кто такая тетя Джонсон? Я от многих людей слышал, что мне необходимо молиться, и кто она? И тогда фриститер сказал ему, пастор, тебе необходимо прямо сегодня же ее навестить дома у нее. И вот пастор решил, что после церковного совместного обеда он сразу же отправится к тете Джонсон. Проповедь закончилась, обед закончился, И он пошел прямо при веком к тете Джонсон. И он пошел прямо при веком к тете Джонсону. Он постучал в дверь, И он ждал. Он ждал несколько минут и слышал, как в доме происходит какое-то движение. И вот вдруг дверь открылась. И это была тетя Джонсон. Невысокого роста женщина. Она была такая очень худая, потому что из-за болезни потеряла много веса. И она посмотрела на него и говорит, Ты новый пастор? И он говорит, да, тетя Джонсон? Я здесь пришел для того, чтобы навестить тебя. Она говорит, нет, нет, ты не пришел, чтобы навестить меня. Ты пришел сюда для того, чтобы взять, попробовать мой десерт. А конечно, это была шутка. Она улыбнулась и пригласила ее в ловту. И когда он пошел в дом, он начал с ней разговаривать. Он рассказал ей, как дела стояли в церкви сегодня утром. И он рассказал ей, как многие люди обращались к нему и рассказали ему о ней. И она сказала, что пастор, я была настолько благодарна, что я познала Иисуса через церковь. И она сказала, что я молилась сегодня утром, чтобы ко мне пришел пастор, потому что мне необходимо молить твои чувства, что дни мои сочтены. И я хочу попросить у тебя большое одолжение сделать с ней. Она говорит, пастор, я знаю, что я умру. Врачи сказали мне полгода тому назад, что у меня есть всего три месяца. А Господь дал мне больше, чем они мне пророчествовали. Но я знаю, что мой конец близок. Пастор, пожалуйста, я прошу тебя, сделай мне одолжение. И, конечно, пастор был тронут этой ситуации, и он обращаясь к этой, и Джонсон сказал, все что угодно для тебя я сделаю. И она сказала, пастор, когда я умру, и меня положат в гроб, я хочу, чтобы она подвела его к шкафу, открыла его и сказала, я хочу, чтобы меня одели в эту одежду. Я никогда это не использовала. Но я хотела быть одета в эту одежду, когда придет Иисус, чтобы встретить Его в этой одежде. И пастор, ты знаешь, вот вся мебель в моем доме. Ты видишь на каждой из моей доме. Из моей мебели есть бумажки с именами. И я хочу, чтобы эта мебель попала к разным людям, членам нашей общины. Но вот эту Библию я хочу, чтобы вы положили вместе со мной в гроб, чтобы, когда я встретила его Иисуса, эта Библия была у меня в руках. Эта Библия не та, которую я пользовалась каждый день, когда я ходила в церковь. Эта Библия, которая каждый раз отправлялась в церковь, в субботу и какие-то другие, это другая Библия. Я пользуюсь ей уже год. И после того, как я использую Библию в год, я даю ее кому-то в церкви. Но вот эта Библия у меня 50 лет. Посмотри, эта Библия была прочитана мною не один раз, и там очень много стихов подчеркнутых. Каждый в церкви знает мою личную Библию. И во время, когда меня будут хоронить, я хочу, чтобы люди видели меня, держащие эту Библию. И пастор говорит, не переживай, я сделаю все, о чем ты просишь. Но миссис Джонсон сказал, пастор, у меня есть еще одна просьба. Когда ты будешь меня хоронить. И вот в одной Библии у меня будет, в одной руке у меня будет Библия. Я хочу, чтобы ты поставил эту билу на мою руку. Я хочу взять вилку. И пастор посмотрел ее и говорит, тетя Джонсон, зачем тебе в гробу Библия и вилка? Пастор, повинуйся мне. Но я тебе расскажу, почему мне нужна там вилка. Ты знаешь, что каждый раз в субботу, когда после служения у нас есть церковь за обед, я тоже за него отвечаю. Каждый приносит разную пищу. Но у меня есть преимущество готовить десерт. И десерт, который в церкви больше всего обожают, это сырный перу. Сырный, сырный, творожник. Ну, пастор, я знаю, что творожник не очень здоровый. Но он же хорош. И ты знаешь, пастор, каждый субботу, когда обед подходил к концу, и я подходил на кухню, и я начинал стучать по тарелочке, и я стучал так вилки по тарелочке, и мы буквально в церкви вдруг слышали, как я начинаю стучать вилкой по тарелочке, все знали, что сейчас будет подано самое лучшее. Поэтому, пастор, когда люди будут видеть меня лежащей в крови, я хочу, чтобы люди знали, несмотря на то, что я уже умерла, они помнили, что лучшее еще придет. И, пастор, это будет мое свидетельство. Потому что, несмотря на то, что я умру, люди должны знать, что лучшее еще придет. Потому что, когда Иисус придет, тогда настанет лучшее. Дорогие братья и сестры в Объединенной Общине города Хайфы, я знаю, что все вы счастливы сегодня. И, как я встал в этот день, я видел, что в кухне, они были приготовлены some food. Я глянул сегодня одним глазком на кухню, и я видел, какая там пища приготовлена. И я не знаю, насколько много хорошей пищи вы имеете, но я хочу вам сказать, несмотря на то, что мы счастливы, что у нас есть церковь, и если даже это самая прекрасная и лучшая церковь у нас в Хайфе, нам необходимо говорить людям, что, приходя в эту церковь, что лучшее еще грядет. Потому что, когда Иисус придет, мы все отправимся на небо, и нет ничего лучшего, кроме этого. Это та церковь, которой мы проповедуем в Божьей Евангелии. Это та церковь, которой мы говорим о спасении Божьем. Это та церковь, куда мы приглашаем людей. И не важно, у нас лучший пол, лучшие стены, или лучшие окна, лучшее еще грядет. Дорогие братья и сестры, Мы собрались в этом прекрасном помещении, и у нас сегодня служение посвящено на его помещение. И мы посвящаем это Господу. И мы должны всегда быть счастливы, потому что мы проповедуем Евангелие. И я хочу, чтобы помыслы не открыли, Евангелие Псалтии. Псалм 100. Псалм 100. И я хочу, чтобы помыслы не открыли, потому что мы имеем несколько лекарств, чтобы научить псалм 100. Псалм 100. Псалм 100. И в Евангелии И в Евангелии у нас не будет проблем с переводом. 27 лет своей жизни я посвятил служению церкви в Южной Америке. И в Южной Америке нам не нужен английский. У нас всего два языка, испанский и португальский. И они похожи. И мы всегда говорим бразильцам, говорите медленнее, и мы будем понимать. Но вообще-то мы обманываем. Мы говорим так, португальский это такой плохо сказанный испанский. И вот однажды я работал секретарем и президентом дивизиона был бразилец, говорящий на португальском. И я ему говорю, на небе мы будем говорить на испанском. Потому что испанский это язык неба. Он говорит мне хорошо. Он говорит мне хорошо. Он говорит, на небе будем говорить по-испански. Но чтобы достичь неба, это вы очень португальский. Я думаю, что и на русском такие шутки есть. Я думаю, что и на русском такие шутки есть. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог. Потому что Он сотворил нас, и мы Его. Его народ. И овцы пасты Его. Входите во врата Его со словословия. Во дворы Его с хвалою. Славьте его. Благословляйте Его. И истины Его в рот и род. Этот псалом называется Псалом Хвалебный. И когда мы смотрим на эти пять небольших стихов, мы видим основную тему. Радость. Этот псалом написан о радости, о веселье, о счастье. Потому что мы, христиане, мы адвентисты должны быть рады, радостными. Иногда я даже себя локру на мысли, что мы приходим в церковь такие, знаете, очень серьезные. Нам необходимо быть счастливыми, потому что у нас есть Евангелие Спасения. И Давид пишет этот хвалебный псалом. Мне нравится это, Давид. Это по-испански. Это хибру. Но Давид, когда он пишет это, он говорит, что мы должны всегда быть счастливыми. И это одна из лекций, которую мы должны учиться, когда мы собираемся все вместе. Мы должны всегда быть счастливыми. Мы должны быть счастливыми. Этот псалом наполнен благодарностью. И когда люди заходят в это помещение, собираются с разных сторон сюда, в это здание, наши сердца должны быть наполнены благодарностью, и наша радость должна выражаться на наших лицах. У вас замечательная церковь. У вас замечательная церковь. Но, я вам задам вопрос, год назад или два года назад, вы даже мечтали ли мечтать о таком? Должны ли мы быть благодарны Богу за то, что у нас есть это помещение? У вас здесь просто люксовый вид. И вы живете в том месте, где ходил Иисус. Но, я вернусь к главной теме этого псалма. Это должно быть главной темой нашей общины в городе Хайфа. Это то, что мы должны распространять отсюда, на тех людей, которые ходят вокруг. Один испанский поэт пишет так, что если в религии нету радости, это не настоящая вера. Если там нет радости, это не настоящая вера. Нам всегда необходимо быть радостными. Я хочу прочитать цитату, которую нашел в книге «Путь ко Христу» Елены Вайт. Христиане, которые наполняют свою душу горечью и огорчением, и грустью. Жалуюсь и постоянно сетуя другим неправильно представляют Бога, живого Бога. Они верят, что Бог не рад, когда дети Его радуются. Поэтому нам необходимо всегда быть радостными, потому что Бог нас спас, и мы спасены. И в этом новом помещении нашей общине, мы всегда должны с радостью прославлять Бога. В этом девяносто девятом псалме, первый урок, который мы учим, это то, что мы всегда должны быть радостными. Второй урок, который мы можем извлечь из этого псалма, это во втором тексте. Он говорит, что мы должны делать с нашей радостью? Что он говорит? Служите Господу надежно. Служите Господу надежно. Служите Господу с веселее. Вторая вещь, которую мы должны учиться, это служить Господу в этой церкви. Вы знаете, у нас есть опасность. У нас есть замечательная церковь, в которой мы поклоняемся Богу. Мы можем себя в какие-то комфортабельные условия поместить. The church is so nice, that I don't need to go and preach, because too many people are going to get into the church. It's going to be crowded. I am not going to be comfortable. So let's stay in ourself. But remember what it says here? Service Yahweh with joy. And remember that service is the action of helping others. Our church should always be recognized because we are a church of service. Our church should always be recognized by the service we are doing. I like serving myself. I love serving. And I had the possibility of serving during this week. You know, I came from Washington, and approximately the things that I should wear weighted about 8 to 10 kilos. I could have brought just a small suitcase on the cabin. But when Pastor Roger went to get me to the airport, I was bringing two suitcases of 23 kilos each. He told me, Are you coming for three days or three months? But he knew better. Because he knew that the two other suitcases that were full of stuff, that it was for the church here in Israel. We need to recognize that we need to service God. With joy. Success in life is measured by the service and self-service love that we give to others. So, the first thing that we will find in this new church, as you as members, is joy. The second thing that we need to find in this new church, is these members that are willing to serve with joy. The third thing, we find it in verse 3. We know that the Lord is God. We need to recognize that Yahweh is our God. We, at this church, we can preach about almost anything. We, at this church, we can preach about almost anything. Doctrines, principles, we can even tell Bible stories, but we should never forget that we are here in this church because we need to recognize that Yahweh is our God. But we need to preach that to everyone else. Our brothers and sisters, remember these three characteristics that we should have in our church here in Haifa. And remember, we have a church here because we need to spread the God's Son. We need to spread the good news. The good news of salvation. But we need to do it in a very nice way. We were this morning at the Romanian church. Who could have imagined that in a house now we have a church? Everything beautiful. And now here at the United Church in Haifa, everything beautiful. And I like to tell people, I like to tell our church members that our churches should be beautiful. You know why? Because when people walk by and they look at our church, they will say, what a nice building. What is it? And they're going to see and they're going to read Seven Day Adventists. And they're going to read Life and Hope, Center, Жизни, Надежды Adventists 7-го дня. This is beautiful. I want to go in because if the outside of the building is beautiful, the people inside of the building are beautiful too. So when they come, we need to show that joy that we have in serving our church. And when they come, we need to show that joy that we have in serving our church. And let's never forget that we have a mission as a church. We have to preach a gospel of salvation. If we remember in Matthew 24, 14, what is it that it does told to us that we should do? Do you remember what it says? And this gospel of the kingdom will be preaching to all the world as witness to all the nations and the end will come. We have a mission as a church. We have a mission as a church. We have beautiful members because we need to preach a beautiful message. Never forget that this is the reason why we're here for. to preach the gospel. Let's go together to 2 Peter. 2 Peter 3, verse 9. 2 Peter 3, verse 9. There is another characteristic of our message there. It says there that the Lord is not slack concerning His promise. As some counted as slackness. But He's long suffering over us. Not willing that any should perish. But that all should come to repentance. That is the other reason why we have this church here. where we are dedicating this church here. We have an urgent message. In His mercy, God has given us time because He doesn't want any to perish. Because He doesn't want any to perish. But that all should come to repent. And that's the message that we should be preaching in this new church. that is the new coming. Finally, I want to take you over to Revelation chapter 22. And here is the of the Bible. Это та вещь, которую необходимо из этой церкви проповедовать. Посмотрите, с каким настроением Иисус говорит, когда Он говорит о Своем Втором Пришествии. Revelation 22, verse 7, it says, Behold, I am coming quickly. On verse 12, it says, Behold, I am coming quickly. And verse 20, it says, Surely, I am coming quickly. Ей, конечно, гряду скоро. Remember, that is the message that should be preached from this church inside Ohio. He is coming quickly. Он скоро вернется. И помните, the best is yet to come. The best is yet to come. Лучшее грядет. Amen. Давайте помолимся. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you very, very much this morning, because we are joyful, because we are dedicating a new building for you. Мы благодарим тебя и с радостью хотим обратиться к тебе, потому что мы посвящаем сегодня это помещение тебе. We remember this morning, when we read about Solomon lifting up his arms, praising you, because of the new temple. Мы помним, как Соломон, воздрев руки, взгляд к небу, молился, прося благословение на построенный храм. And we are also thankful, dear Lord, because we have the opportunity of dedicating this new building. Dear Jesus, we ask you that you help us so that we will always be joyful when we meet here. That we never forget to preach about the mission of the church. And that we tell people that the best is yet to come. We might be in a nice building right now, but we know you're preparing something much better in heaven. Help us so that we can preach your gospel from this place always. In Jesus' name we ask. Amen. Настал еще один радостный, торжественный и трогательный момент. And now we have another touching moment. Для того, чтобы наша радость была совершенной. So that our joy could be perfect. Бог дал нам физические ощущения. Бог дал нам записанное Слово Своё. He gave us a written word. Бог дал нам служение воспоминания. Бог дал нам this service of remembering. Говорящий о Его любви и милости. That talks about His love and mercy. Бог дал Тору как закон. Бог дал нам спасение. И Он дал нам спасение. В Его пролитой крови. В Его благо. И я хочу, чтобы сейчас мы с вами встали и поприветствовали внесение свитка Торы. И теперь я хочу, чтобы все everyone to stand up and to welcome this hearing of Sefer Cora. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И устроят они мне святилище и буду обидать посреди их. And let them make me sanctuary that I may dwell among them. И сказал ему Господь, Я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои, и сердце мое там во все дни. And the Lord said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication that thou hast made before me. I have hallowed this house, which thou hast built, to put my name there forever, and mine eyes and my heart shall be there perpetually. И, наконец, наступает самый трепетный и торжественный момент. And now we have this joyful and moving moment. Nыне мы посвящаем это здание Тебе, Боже. Now we dedicate these buildings to You, our Lord, как свет в нашей общине, as a light of our congregation, как дом для молитвы всех народов, as a house of prayer for all the people, для служения Богу, for service to God, для обращения грешников, for the conversion of the sinners, для проповедования Христа и Слова Его, for the preaching of Christ and His Word, для братства семьи Божьей, for the fellowship of God's family, для спасения наших детей, for the salvation of our children, ради того, чтобы дом сей стал обителью Божьей, so that this house could be God's abode. Мы посвящаем этот комплекс во имя Отца и Сына и Святого Духа. We dedicate these buildings in the name of Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Во славу Бога, Отца нашего, благоволением, которому мы построили этот дом, во славу Иисуса, Сына Бога Живого, нашего Господа и Спасителя, во славу Святого Духа, служителя жизни и света, Мы посвящаем этот дом Тебе, О Божье. Для богослужения молитвой и песнопением, для проповедования и научения Слову, для совершения святых обрядов, Мы посвящаем этот дом, для утешения страждущих, для укрепления искушаемых, для помощи живущим во Христе, Мы посвящаем этот дом, для освящения семьи, для наставления детей и молодежи, для спасения людей, Мы посвящаем этот дом, для защиты свободы, для воспитания совести, для защиты Христа и Его Святого Закона, для активной борьбы против зла, Мы посвящаем этот дом, для помощи нуждающихся, для утешения печаленных, для приближения пришествия Христа, Мы посвящаем этот дом тебе, о Боже, как дар благодарности и любви, от испытавших дар благодати Христовой, мы приносим этот дом в качестве добровольного пожертвования нашему Богу. Мы, члены этой отчины, вновь освящая и пересвящая себя, посвящаем весь этот комплекс зданий, веру Христа и служению человечеству. Аминь. Аминь. Вы получили Тора, и это символизирует закон Божий. Присаживайтесь. Но как церковь, у нас сегодня для церкви есть подарок который символизирует милость. И я прошу наших гостей, пасторов, выйти сюда, чтобы они могли представить и подарить этот подарок от Всевирной Церкви. И также нашим гостей, нашим гостей, нашим гостей, нашим гостей. Пожалуйста, станьте с вами, пастор и декан. Пожалуйста, прийти сюда. Станьте с вами, пастор. И от Всевирной Церкви этот набор для проведения вечерей. So that you will remember grace through salvation and communion communion. Thank you very much. You want to open it and show you to show the church? You sent it. Пожалуйста, используйте это. Thank you very much. Спасибо большое. It's time for the dedication prayer, so please stand. Let's pray. Our Father, who art in heaven, in unison, we thank you for making this church hall available for us. To be a spiritual home and a center for confirmation of your work. We honor and praise your name for making the resources available. for all. Мы благодарим и прославляем имя твое, потому что ты совершил все ресурсы, которые необходимо было для того, чтобы это помещение приобрести. Собрал. So today, this hall is ours. Сегодня это помещение наше. Но мы посвящаем его тебе. Мы отдаем его тебе. Мы отдаем его на служение тебе. Мы признаем, что мы грешные и слабые люди. Поэтому мы просим, чтобы ты нас простишься и очисти нас праведностью своей. Без тебя и без Духа Святого Отец мы ничего не можем творить. Ничего, поэтому мы нуждаемся в твоих благословениях. Поэтому мы просим, чтобы твое благословение, твой Дух был здесь, на этом месте. Мы также просим, чтобы ты установил и расширил царство твое здесь, в городе Хайфа. И чтобы все это могло быть возможным через различные служения, которые будут происходить в этом помещении. Чтобы грешники и ищущие тебя могли найти тебя на этом месте. Чтобы все, что здесь не будет сделано, было сделано по воле Твоей. И чтобы все было совершено по славу Твою. И сейчас, Отец, мы посвящаем это здание Тебе. Мы посвящаем это помещение, чтобы оно было светом обществу. Чтобы это стало домом молитвы для всех народов. Мы посвящаем это помещение, чтобы оно было светом обществу. Для обращения грешников. Для проповедования Христа и Его Слова. Для братства семьи Божьей. Для спасения наших детей и молодежи. Ради того, чтобы дом всей стал обителью, проповедью Твоей милости Иванове. И мы посвящаем это здание во имя Спасителя. Во имя того Спасителя, который скоро придет для того, чтобы взять нас домой. И мы посвящаем это здание, чтобы Твое присутствие было здесь, наш Господь и наш Спаситель. Пускай этот Духовный дом будет благословением Твоей любви, надежды и прощения. И мы благодарим, что этот день пришел. Великий день радости, который мы ожидали. И мы здесь для того, чтобы посвятить это здание Тебе. И мы делаем это во имя ценного Твоего имени. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Это день, который необходимо помнить и радоваться. И многие сегодня радуются вместе с Вами. Я уже представил и назвал имена людей, которые с нами сегодня присутствуют от Генеральной Конференции. И Вы знаете, что рука может помогать разными способами. В Израиле мы смотрим и надеемся на людей, которые живут в этом большом мире, для того, чтобы они могли повернуть свои руки по направлению к нам. Иногда, очень часто, руки в таком положении находятся. Но наша Израильская миссия хотела бы, чтобы люди делали вот такое движение. И делились с нами. И Генеральная Конференция. Они приняли участие в наших нуждах. И Джордж Эдуаке, человек, который отвечает за финансовую часть комитета, который отвечает за Израиль, сегодня с нами. И мы говорим о больших подарках. Спасибо, Джордж. Может, вы можете прийти. И мы благодарим за то, что большое пожертвование было со стороны Генеральной Конференции. Джордж, может быть, ты скажешь пару слов. Счастливой субботы, братья и сестры. Счастливой субботы, братья и сестры. Еще раз. Счастливой субботы. Да, да. Я хочу, чтобы вы улыбнулись. Я привез вам приветы от руководителей нашей Всемирной Церкви из Генеральной Конференции. И я хочу вас уведомить, что они молятся о вас. И, во-первых, они очень рады за то служение и работу, которую вы совершаете. И тот прогресс, который в Израиле осуществляется. Мы очень рады, что в Израиле у нас такое руководство мудрое. И Генеральная Конференция все, что может, в поддержке, поддерживает. Как пастор на проповеди сказал. Помните, да, что проповедовал. Но лучшее, помните, лучшее еще придет. Некоторые из нас, которые путешествуют в разные страны. Мы все наблюдаем за Израилем. Когда у нас будет одна церковь. Чтобы в Израиле было церковь, которая могла бы в себя вместить, как минимум, пятьсот человек. Как говорится, мяч на вашей стороне. Как только членство будет расти здесь, в вашей стране. Мировая церковь будет готова поддержать вас. Давайте продвигаться вперед. Давайте проповедовать Слово Божьего. Давайте будем устанавливать дружеские связи. Потому что этот здание – центр влияния. Вам необходимо распространить свое влияние на окружающих людей. В таком случае. В таком случае. Вы получите нашу помощь. Господь всех вас благословит. Аминь. Аминь. Я просто хочу быть уверен, что все это было записано. Хорошо. Вы знаете, президент – очень важная личность. Вы знаете, президент – очень важная личность. Но я очень рад, что казначей является моим другом. Но я очень рад, что вы получите гости, как мой друг. Слово казначей израильского поля – пастора Хулионаса. И я хочу дать им, что хулионас, наш гости. Спасибо, Брадо Джордж, за все большие поддержки, что вы дали на Славы. Спасибо. И за тех и тех, кто и за 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 тех, кто. Спасибо брату Джорджу за ту большую помощь, что он оказывает израильскому полю. и также нашим другим руководителям. Я слышал, что у казначеев генеральной конференции милкосердие по отношению к Израилю. И я также верю, что это не только казначейского отдела, но и Министерской области и других отделов ГИС. Эти два здания, что есть у нас, стоили нам миллионы. Когда появилась такая возможность, наш президент спросил, Хулио, у нас есть деньги? Вы знаете, все эти деньги, которые у нас есть, в шеке и в долларах, не хватит, чтобы заплатить за эти два здания. Хочу, чтобы вы поиграли в своем воображении. Но когда мы подали наш проект в генеральную конференцию, они сказали, что это наш предложение. Это стоит так много, я не скажу вам, но вы можете себе представить миллионы. И они сказали, что мы обещаем так много, вы мои друзья. Но вам нужен один миллион. И мы подумали, ого, один миллион. И они сказали, что мы попробуем хотя бы один миллион достать. Мы продадим два помещения, которые есть в Хайфе, чтобы один миллион собрать. Я говорю о помещениях, которые у нас есть в Хайфе и в Хайфе. Но мы должны заплатить полную стоимость хозяину. И год подошел срок, но мы не смогли продать наши помещения. И самое большое милость и чудо Божье, что несмотря на то, что нам не удалось продать наши помещения, мы смогли всю сумму заплатить владельцу этих двух зданий. И нам нужны ваши молитвы. Два помещения, которые у нас все еще есть, чтобы мы их могли продать. И чтобы мы могли использовать эти деньги для следующего проекта. Но мы оставим одно помещение. Где живет Сергей? Потому что в изначальном предложении нужно было продать три помещения. Но наш руководитель сказал, продадим только два. Может быть, мы не продадим. И мы продадим, если чудо случится. Бог is a God of miracles. И наша церковь работает с чудесами. Джорджи сделает предложение 500 человек. Может быть, в Назарете. Но это большое задание. В любом случае, братья и сестры, мы очень рады за то, что мы имеем здесь. Для объединенных церквей, румынских общин и русских. И мы, ГСФ, поддерживали. Мой президент всегда сказал, «Коли, у вас есть деньги для ренубиции этого?» И он сказал, «Да, да, да». И это было. Но мы верим, что у вас еще есть какие-то вещи, чтобы купить, чтобы купить эту церковь. Но все еще есть некоторое оборудование, которое нужно купить, чтобы оборудовать эти помещения. И мы решили, что мы решили, что это мы дадим по местной церкви. И мы решили, что эти деньги мы отдадим по местной церкви. И также у нас есть подарок от англоязычной церкви. И мы решили, что это мы решили. И мы решили, что это мы решили. У нас были англоязычные общины. Это был Иерусалим. Обдачао. Иерусалим. Обдачуя лиц. Наз происхождение. Продолжение следует... 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 помогли нам быть свидетелями Твоей милости и благодати. Мы знаем, Господи, что у Тебя все сокровища земли. Мы все знаем, что Тебя есть все деньги на земле и Тебя готова дать их нам. И Тебя готова дать нам эти тренажеры, если мы имеем правильные цели. Даруй, Господи, нам видеть цель. Даруй нам, Господи, искать погибшее. И, пожалуйста, помоги нам смотреть для тех, которые страдают. Для тех, кто потерялся и открыть Твою милость и Твою любовь. Это наша молитва. Это наша молитва. В имя Иисуса. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»